Друзья, привет! Хочу, собственно говоря, поделиться с вами о том, чем удобна пневмоподвеска и рассказать, в принципе, ее преимущества. Ну вот, к примеру, когда я еду, вот сейчас у меня второй пассажир, когда я еду один, я еду в таких вот местах, он от троечки. Ну, третий уровень пневмоподвески быстрый. Вот, что в целом, в принципе, очень удобно, когда я сажаю пассажира второго, мне надо закручивать так называемые амортизаторы, чтобы регулировать по-жестко, чтобы не пробивало и чтобы, соответственно, мягкость одновременно была, а не слишком жёстко. Вот, что тоже здесь есть. Вот, поэтому вот в целом я пока где-то еду, например, на четёрке, когда я сейчас пойму, что мне пассажир у меня порядка где-то 80 кг сидит, не будет хватать клиренцев, ну, то есть душопой будем задевать, я просто переключаю режим пятёрки, у меня предподнимается ещё там на каких-то там 3-3 сантиметра, где-то, наверное, 2-3 сантиметра прибавления в клиренце. Ну и, соответственно, у меня последний есть, так называемый, это спасающий вариант, это шестёрка, прям в самом высоком уровне, но на ней нельзя, называется так, активно ездить, потому что режим отбоя амортизаторов, он уже становится такой достаточно никакой, то есть он просто как выглядит, как наколад, но вот это как раз даёт, так называемый, максимальный перес при преодолении каких-то вот таких, называемых, ухабов, что в принципе это очень здорово. Вот, и не приходится как раз вот заморачиваться постоянно с настройкой амортизаторов. Ну, чуть дальше я буду пробовать его, демонстрирую в этих местах. Ну, вот сейчас доедем до каких-то мест, и я вам буду показывать. И вот опять-таки, знаете, чем удобно, вот я проехал эти сложные участки грязи, и я просто беру и переключаю в режим комфорта. Ну, для меня, например, там это может быть тройка вариантов комфортности. Я еду просто особо сильно, не парюсь на этот счёт. Выхал я на гравийку, я пережжёл аж, ну, допустим, один, я когда в двойку перевожу, чуть ли в единичку, он очень низкий становится, устойчивый, особенно это важно в поворотах. Вот в этом есть определённые преимущества, например, в подвеске она постоянно регулируется под ваши, так называемые, команды. И это в целом даёт очень хорошую, так скажем, ну, как бы я сказал, удобство, удобство. Потому что, да, может быть, вы не всегда катаетесь вторым пассажиром, но вот как раз вот эти всякие разные буйраки, вы постоянно контролируете уровень комфорта и проходимости тот, который вам нужен. И это вот существенное, в принципе, такое преимущество даёт по сравнению с простыми классическими амортизаторами. Ну, а теперь из таких минусов, она достаточная подвеска. Ну, вот, например, я сейчас возьму и переключаю в третий режим, и он опускается, и прям становится очень нямко. Мне не надо каждый раз останавливаться, что-то с ней делать. Я постоянно, то есть, еду в режиме, так скажем, контроля, то, что мне нужно. Да, но при этом я чувствую, что у меня второй пассажир, и я с ним пробиваю от меня. Вот, как бы в целом да, вот такие-то моменты есть. Поэтому, ребята, ну, вот есть какие-то вот применения, конечно же, есть, как всегда, везде плюсы и минусы. Вот, так. Здесь уже береговина пониже, ну, пошли. Ну, вот, это так. Пока ещё даже в простом третьем режиме, но уже надо на четвёрку переходить. Я вот нажал и перехожу на четвёрку, и просто, собственно говоря, тупо еду. Вот так, ребята, у нас там что, где, как. Вот он неправильно поехал, он абсолютно неправильно поехал, это его ошибка большая. Надеюсь, он выберет вареный маршрут. Ну, повезло. Отлично. Продолжаем. Продолжаем, ребята. Дальше по поводу подвески. Так, выходим сюда. Так, вот здесь вам уже будет, конечно, четвёрки не хватать. Я вот переключаю спятый режим, это предмаксимальный. Это за преодоление вот таких вот бураков. Опять-таки, я скажу ещё одно но, что, допустим, такие форматы, это езды больше туристического назначения. Тем, кто катает по спорту, конечно же, к нему она не нужна. Вот, собственно, как-то так. Поэтому, вообще, у этой модели сделали прямоподвески, я считаю, очень классная штука. Но, сколько бы, например, её бы не говорили про неё хорошо и плохо, у неё есть свои недостатки. И эти недостатки проявляются именно, ой, никуда заехать, нам надо левее в грязи попаялись. Вот, вот здесь как раз у нас сейчас будет, так называемый, максимальный клиренс нужен. Бам, зацепился. Вот, ну и вот здесь мы сейчас возьмём по кромочке, пойдём. Всё, всё, прошли. Примерно как-то так вот это всё идёт, дело. Ну, я думаю, теперь стало вам понятно. Будете для себя какие-то определённые выводы сделаете. Стоит избавляться, стоит избавляться от пневма. Поехали дальше.